здравствуйте с вами я марина и сегодня мы с вами свяжем объемный бантик вязать этот бантик мы начинаем с кольца амигуруми делаем первую петлю далее нам с вами необходимо набрать 3 воздушные петли 1 2 3 далее мы продажем с вами 3 столбика с накидом и так делаем накид и провязываем в кольцо столбик с вами делаем накид и провязываем столбик 3 петли воздушные 1 2 3 столбика с накидом далее дальше вновь 3 воздушные петли провязали 3 воздушные петли дальше вяжем столбик без накида еще один столбик без накида и снова набираем 3 воздушные петли теперь провязываем 3 столбика с накидом подтягивайте немного нить если у вас она подходит к концу и так 3 столбика с накидом 3 воздушные петли 1 2 3 и провязываем столбик без накида 1 и второй столбик без накида 2 теперь можно затянуть кольцо на голове если остановиться вот на этом моменте и оформить бантик таким образом как я буду показывать в конце то получится вот такой небольшой бантик но мы с вами на этом не останавливаемся мы продолжаем вязать мы провязали столбик без накида далее мы находим 3 воздушные петли которые вязали в самом начале и провязываем в каждую из них столбик без накида делаем 1 воздушную петлю далее мы будем с вами вязать пышные столбики делаем накид находим макушку столбика с накидом который вязали начали протыкаем вытягиваем нить 1 делаем снова накид протыкаем туда же вытягиваем нить 2 повторяем эти действия еще раз теперь провязываем все петли которые у нас оказались на крючке таким вот образом делаем петлю делаем то же самое в оставшиеся два столбика когда мы вязали перед этим накид накид вытягиваем 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 провязываем вместе и повторяем и так провязали все три делаем воздушную петлю находим цепочку из трех воздушных петель и вяжем туда столбики без накида в каждую петельку один столбик вот так вот у вас должно получиться дальше мы провязываем два соединительных столбика раз два и вновь доходим до трех воздушных петель и так же как и здесь мы сейчас будем с вами вязать каждую из петелек по столбику без накида одну воздушную петлю и пышные столбики макушки столбиков без накида которые у нас были провязаны с вами перед этим и в оставшиеся два тоже вяжем пышные столбики и так я провязала три пышных столбика далее одна воздушная петля находим воздушные петли которые вы перед этим провязывали провязываем столбики без накида раз два три провязываем один соединительный столбик притягиваем петлю наш бантик готов нам его нужно теперь дооформить ниточку мы не отрезаем смотрите что я делаю дальше я беру нить которая у нас идет от кольца мебуру и просовываю в получившуюся на петельку беру нить рабочую и тяну тем самым затягиваю петлю теперь нужно придать объемность нашему бантику берите рабочую нить и начинаете по центру бантика намотку старайтесь сделать намотку плотнее ниточку от кольца мебуру можно также включить помотку в процессе обмотки управляйте бантиком здесь уже можно экспериментировать обмотку можно делать другим цветом когда у вас бантик будет одного цвета одного цвета сердцевинка другого цвета например вот так обмотку делайте так как вам хочется то есть нет какого-то определенного количества оборотов которые необходимо сделать отрезаем нить отрезаем и аккуратненько вправляем ее сзади в обмотку расправляем бант смотрим любуемся получившимся результатом такой объемный бантик можно использовать как украшение к сумочкам или корзинкам или каких-то других изделий из трикотажной пряжи если связать этот бантик из пряжи 5-7 миллиметров то получается вот такой вот бантик это 7-9 миллиметров пряжи спасибо за внимание надеюсь мастер-класс оказался вам полезен поставьте лайк если он вам понравился и подпишитесь на наш канал всего доброго до свидания субтитры сделал DimaTorzok Паметộ